Вспомним порядок выполнения действий в числовых выражениях. Правило первое. Если числовое выражение содержит только сложение и вычитание или только умножение и деление, то действия выполняются по порядку. Вычитание, сложение, вычитание, деление, умножение, деление. Правило второе. Если числовое выражение содержит действие не только сложения и вычитания, но и умножения или деления, то сначала выполняются по порядку слева направо умножение и деление, а потом сложение и вычитание слева направо. Правило третье. Если числовое выражение содержит одну или несколько пар скобок, то сначала находят значение выражения в скобках, а затем выполняют действие по первому и второму правилам. Умножение, сложение, вычитание, вычитание, сложение, умножение, вычитание, деление, сложение, вычитание, умножение, деление, деление. Вспомним прием сложения нескольких чисел. Найдем сумму 324, 507 и 136. Вариантов сложения в данном случае два. Первый. Можно сложить первое и второе слагаемое. Затем результат сложить с третьим слагаемом. Второй. Можно сложить все три слагаемых в столбик. Третий. Можно сложить удобные слагаемые. Это первое и третье, используя переместительное свойство сложения. Затем к сумме первого и третьего слагаемых прибавить второе слагаемое. Теперь установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок не вызовет у вас затруднений.